всем привет хочу показать свою погоду смотрите у нас грязище у нас все в грязи такой что просто пройти невозможно у нас до этого в ноябре был мороз минус 15 и много снега было но сейчас вот как вы можете видеть у нас январь и вот сначала декабря у нас вот такая погода снега еще не было если был то было немножко совсем он весь потаял уже и вот у нас такая вот каша на улице я прикупила новых вещей зимних уже вещей теплых вещей и хочу вам их сейчас показать и хочу вам показать вот такой вот пуховичок который я прикупилась себе у меня еще странная история у меня был старый пуховик даже не не пуховик пальто обычно на синтепоне и она меня устраивала как-то так уж получилось что мне нужно было я его постирала и соответственно у нас как раз ударили морозы это было в ноябре месяце и нужно было его подсушить побыстрее чтобы пойти успеть высушить его и пойти на работу в нем в общем она у меня сгорела благополучно на газу я его сушила на над газом и как-то так вот нагрелась у меня вот это вот наверное штучка я так подозреваю и получилось так что она у меня загорелась и сгорела в общем странная такая вот история не знаю было вообще с кем-нибудь из вас девчонки расскажите ли только я такая вот неудачливая не знаю в общем я в принципе не планировала в этом году да и следующем покупать какое-либо пальто я в том пальто проходила три года она меня вполне устраивало до хотелось что-то нового я понимала что смысла не имеет она у меня в хорошем состоянии она не застиранная нигде ничего не порваться в общем давайте перейдем уже к этой вещи это обычный тоже не помню как холофайбер его набивка вот такая вот у него задумка в принципе на двух молниях идет капюшон не отстегивается но его можно застегнуть но я не застегиваю как бы не знаю есть ли вообще смысл это делать в общем капюшончик двойной получается вот такой вот можно отдельно один одеть можно пристегнуть и одеть это все вместе здесь такая вот кнопочка вот и нужно соответственно одевать все вместе в общем я довольна этим пальто сейчас я конечно же хожу в нем потому что другого ничего в принципе нет у меня из такого чего-то в куртке холодно ну по крайней мере мне в куртке холодно поэтому я ношу пальто я одеваю просто какие-то легкие вещи под это пальто чтобы не спариться это я одеваю футболки какие-то легкие кофточки и все равно мне в нем жарко смотрится намного лучше почему я взяла на двух молниях объясню потому что если вот носить вот так вот то она получается немножко свободнее к телу вы можете одеть очень толстый очень толстой вязки свитер примеру может быть у вас там какой-то пиджак принципе это неплохо чтобы просто немножко было посвободнее когда я застегиваю вот так вот то получается оно такое становится сразу вот такой вот вниз интересная тоже такая вот застежка кнопочка на которую вы застегиваете сам поясок и вот можно его одеть выглядит это все вот так в общем мне нравится я им довольна если получится то покажу его на себе и перейдем плавно к вот этим вещам это тоже я прикупила на зиму покажу вам вот эти вот ботиночки это неизвестная мне фирма обычные покупала в дешевом магазине сейчас они насколько я знаю модные очень в общем по нашему городу конечно особо так не побегаешь именно с белой вот этой вот конечно прикольно смотрится но она очень быстро грязнится особенно в такую грязь я их пару раз и дело и больше не обуваю так как очень грязно и сильном а марка и вот это вот пушистая вещь удобные а довольно таки неплохие не скользят мне нравятся вот такие вот снежинки здесь в общем очень удобные прикольные таким буду носить их когда хоть чуть-чуть снежочка выпадет они очень теплые внутри такой же самый мех в общем я ими довольна и ботиночки эти стоили по моему 300 копейками гривен в общем я думаю за 300 гривен в принципе неплохие такие ботиночки тоже если получится то ставлю картинку как они смотрятся на мне и остальные покупки это у меня уже были покупки из магазина карри чем я думаю кто живет в украине в курсе и я у них прикупила вот такой вот ремешок тонкий с такими вот лепесточками в общем сделан он неплохо стоил 35 гривен здесь сделано все так в принципе на совесть я надеюсь вроде бы на первый взгляд довольно таки качественно и дырочек конечно мне не хватило я делала их сама это как бы под золото сделано в общем другого принципе цветом них не было как бы были ремешки красные желтые синие а именно вот самого железо самого металла другого цвета не было ну вот взяла такой мне в принципе нравится я тоже уже таскаю довольно и еще я покупала такие варежки в общем не знаю почему-то перчатки у меня есть но они такие осенние весенние больше даже подходят на холодную погоду но когда морозец какой-то на улице именно минус 5 хотя бы то мне как-то холодновато в перчатках какие-то толстые перчатки особо покупать не хочется потому что в них рука очень кажется большой и в общем я приобрела вот такие варежки вспомнить детства не знаю мне понравились они с такими вот камушками камушки конечно отпадают я думаю ничего страшного даже если они все отпадут они так неплохо связаны они двойные идут они двойные идут такие очень толстые я их уже стирала пару раз могу их принципе одеть вот так вот ручка не сильно большую смотрится в общем в принципе мне они нравятся довольно таки тепленькие и стоили они кстати по моему либо 60 либо что-то вот в районе этом может ну максимум 80 гривен сейчас есть конечно и подороже вот когда холода настали уже стали цены поднимать именно на такие теплые вещи а я покупала еще по моему в ноябре месяце да вот как раз когда пальто покупала вот такие вот рукавище еще приобрела вот такую вот шапочку она такая вот идет у нее сзади так висит немножко вот это в общем если получится я покажу на себе здесь такая плотная резинка когда ее надеваешь на себя то получается немножко как бы она смотрится большего то что ли не знаю в общем когда я ее в магазине мерила мне очень понравилось но сейчас когда я ее ношу она кстати очень очень теплая я просто в шоке было когда ее отдела и знаете я ее наверно оставлю на именно такие вот морозы 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 потому что она так именно прилегает к ушам что не продувает ничего туда не задувает и не продувает сама шапка хотя она я бы не сказала что она такая прям плотная сама по себе в общем я довольна этой шапкой тоже если получится покажу на себе ее потому что так не очень понятно что это за шапка но вязка у нее такая вот тоже интересная но такая простоватенькая я в принципе и хотела такое ничего такого вот не бантиков никаких ничего в общем обычную шапочку и стоила она сейчас я вам скажу 43 гривны у меня тут ценники оставила такие вот ценники у них вот 43 гривны вот по украине и вообще почему я пошла в магазин карри потому что мне нужна была сумка не то чтобы даже нужно было меня устраивали мои в принципе сумки потому что я люблю не то чтобы занашивать вещи уже прям затирать до дыр но если она еще в хорошем состоянии вещи если она нормально я ее ношу я ее довольна до хочется время от времени что-то нового но я как-то себя останавливаю потому что и жалко выкинуть старое в нормальном состоянии которое и новая купишь она будет все это валяться в общем захламлять я не хочу свои как бы свое пространство можно так сказать зашла я туда и прикупила сумку вам наверно не будет видно она у меня набита я ее пользуюсь сейчас в общем выглядит она как портфельчик я не знаю как вам показать лучше наверно лучше вот так вот выглядит она как портфельчик такой в общем здесь по бокам у нее сделаны как такие вот плетением она идет на кнопочки обычно здесь обманка такая вот у нее маленькая ручка вот такая вот но я ее как бы не ношу на такой ручке я покупала ее и за длинной такой вот носить на плече через плечо и не ношу потому что как бы не очень мне нравится ее через плечо носить хотя можно в общем открываем мы и здесь у нас идет маленький кармашек такой тоже на кнопочки обычные здесь уже там мои бумажки всякие рабочие и и здесь идет одно отделение и идет вот такой вот один кармашек на молнии не для телефона не больше ничего здесь нет никаких кармашек когда кстати туалетную водичку я взяла в эйвен в общем заказик я сниму покажу вам потом что я брала вот такая вот сумочка мне она очень нравится я думала там были разные расцветки но в основном были такие бежевые светлые я думала какой цвет выбрать и в общем остановилась опять же на черном не хотела очень брать черное но как-то черная классика и тем более так мне напомнило почему-то знаете вот такие вот портфельчики были в школе кто помнит еще носили были они как можно было на плечи одевать как рюкзачок можно было в руке носить вот почему-то мне напомнило именно из детства вот эти вот портфели и поэтому я его и взяла цена кстати вот его портфель сумка цена сумки 139 гривен там какая-то акция скидка была и кстати когда я это все покупала ботинки кстати не там брала когда я покупала это все мне там еще и в безделушки такие ну из бижутерии в общем покупаешь три вещи и третья вещь какая-то идет бесплатно в общем есть девчонки акция сейчас у них это праздничные какие-то новогодние акции в общем если хотите присмотритесь зайдите в этот магазинчик и посмотрите в общем что по поводу сумки до торчали ниточки в общем но сделано довольно таки неплохо материал это не кожа это обычный кожзам я не могу сказать что он и очень хороший качественный и очень плохой какой-то вот такой средний да еще чуть не забыла показать вам сапожки я новую покупала я их помыла потому что в них хожу в общем покупала вот такие вот обычные сапожки такие они идут прям до колена и здесь вот такой вот каблучок небольшой я хотела вообще сплошные без каблука но как продавец не сказала да и в принципе я сама это знала что лучше не брать на сплошной платформе потому что зимой ноги мерзнут очень и и каблучок хотя бы какой-то но должен быть потому что очень мерзнут ноги в общем выглядят они вот так я их уже вовсю ношу очень ими довольна и они идут такие утепленные получиться такой не очень большой мех здесь такой вот коротенький коротенький совсем но довольно таки теплый не знаю как конечно зимой будет в них удобно будет однозначно но вот как тепло не знаю сейчас я хожу конечно мне тепло вот такие вот фирма тоже ноунейм можно так сказать в общем покупала я их за 400 гривен выглядят они неплохо я довольна сейчас я вам девчонки покажу бижутерию которую я покупала покупала я вот такие вот сережки здесь такие вот звездочки в общем зажаты такими вот штучками в общем как прищепочкой на цепочке идут это обычные гвоздички сделано это все под золото в общем у меня цепочка золотая как бы и я под нее искала что-то вот такого вот плана но ничего найти не могла так как цвет не совпадает если брать то что то такое вот темное золото не знаю в общем сейчас это не золото кстати не натуральная в общем покупала я их в магазине простор там тоже какие-то акции были взяла их я их по моему за 10 гривен в общем вот так вот как то я их уже одевала и у меня отпал вот как вы можете заметить тоже такая звездочка здесь и на этой сережке ее нету в общем как то не очень это смотрится я думаю вот эту штучку наверно тоже снять так вроде бы неплохо смотрится носить в принципе можно но если не смогу ее снять вот эту вот штучку то тогда уже не знаю выброшу их куда-нибудь я не знаю 10 гривен все-таки не жалко но так смотрится неплохо покажу если что на ушках их очень так миленько смотрится так и еще я приобрела себе для пирсинга в нос такую вот манюнку сережку в общем обычная такая ничего такого из таких мелочей можно так сказать с белым камушком она идет и приобрела вот такой вот браслет тоже по под золото сделан приобретала я его в магазине карри за 49 гривен смотрится он вот так но знаете что хочу сказать так он смотрится прикольно почему я его брала только из-за того что здесь много таких вот цветов подходит под красный к примеру свитер у меня есть красно-синий вот есть сиреневый зеленый есть в общем под любую одежду в принципе подойдет с обычными золотыми сережками браслет неплохой смотрится неплохо но вот это вот застежка она очень тугая и она прям знаете обычно застежки так торчат немножко сейчас я вам покажу вот видите вот этот носик он должен немножко как-то вот торчать а он прям впал и туда и очень тяжело его открывать этот замочек вот видите прям я не знаю я такие усилия прилагаю что не знаю мне аж прям тяжело это делать но так смотрится неплохо такой довольно таки тоже прикольный миленький браслетик да и девчонки я давно уже хотела снять видео по поводу того что я принимала таблетки лактофильтром тоже по совету девочек бьюти блогеров в общем пропила я курс 3 недели что хочу сказать первые первая неделя я изменений никаких не видела на коже у меня были высыпания на тот момент когда я начала пить были высыпания на коже такие вот свежие и с истечением недели получилось так что они стали подсыхать но я как-то знаете подумала что это не заслуга именно каких-то вот таблеток то что они действуют как-то а именно то что они стали уже заживать сами по себе в общем проходит где-то полторы две недели и я вижу что у меня прошли все высыпания я вижу что у меня кожа гладкая упругая она кажется такой вот здоровой у меня даже румянец появится с истечением времени в три недели в две с половиной я заметила что кожа стала чистой абсолютно чистой остались только пятна после прыщиков это уже давнюшних прыщиков просто обычные пятна шерамики какие-то я думала что когда девчонки начнутся критические дни то соответственно как обычно обсыпят где-то меня не то чтобы обсыпало но где-то я даже считала у меня закономерность была такая 3-4 прыщика на лице у меня вскакивало именно в такие дни для меня было просто чудо прыщики не вскочили я все эти дни проходила с чистым лицом я была просто в шоке от этого девчонки я просто рада этому я еще хочу почитать как с какой периодичностью можно их пить в общем сейчас я пропила 3 недели и какой срок передышки нужен чтобы потом можно было пропить еще девчонки советую я довольна наговорила много много всего опять но советую проверено мной вот у меня такая куча пропитых чтобы вы не думали что я там выпила одну пластинку нет вот я пропила все 3 недели специально для вас копила вот этот вот хлам чтобы показать и посоветовать это очень хорошая вещь и не только для кожи на лице но вот появлялся румянец как-то я не знаю я чувствовала себя лучше хотя бы даже ради этого можно это сделать да и еще я хотела попить рыбий жир но как-то не знаю так одна пластинка в 10 таблеток по-моему стоит что-то 11 гривен кстати вот это девчонки кто в украине живет одна пластинка стоит от 12 гривен до 15 в зависимости в какой аптеке вы покупаете так что вот посчитайте мне хватило сейчас скажу на 3 недели я пила вот лактофильтром я пила получается в общем на 3 недели у меня ушло 126 таблеток и я пила по 2 таблетки 3 раза в день за час до еды вот я не стала пить по 3 таблетки потому что как-то выходит в принципе дороговато но так как я знаю теперь уже что это очень хорошая вещь очень хорошая таблетки в общем я в следующий раз просто буду пить уже по 3 таблетки 3 раза в день и мне не жалко будет потраченных денег так и что я говорила хотела попить до рыбий жир в общем одна пластинка стоит тоже 11 с чем-то в общем от 11 до 12 гривен в общем как-то я посчитала что там по моему 3 месяца нужно пить и как-то это очень так ну уходит в копеечку это все пока в общем я решила повременить пью сейчас аевит стоит одна пластинка 9 гривен в общем ну это не начатое я одну только заканчиваю их нужно пить в общем одну таблетку либо два раза в день либо один раз в день пить нужно до еды ну сразу перед едой либо после еды сразу либо во время по моему там можно точно не помню если кто не знает аевит это витамин е только в таблетках но здесь не только витамин е но и витамин а присутствовала я пропила курс в прошлом году там получается 40 дней пьешь и по моему полгода у тебя должна быть передышка ой в общем девчонки наговорила я кучу всего но если вам интересно то можете прислушаться к чему-то можете написать свое мнение если вы что-то пробовали мне будет тоже интересно почитать это все напишите также как вам понравились мои покупки или нет тоже интересно ваше мнение а да еще хотела показать вот из недавних покупочек не знаю будет цвет видно или нет и сейчас я вот хочу накрасить ногти вот таким вот оттенком мне кажется шикарный оттенок он такой коричневый с таким вот перламутром я не знаю в общем оттенок конечно шикарный я не знаю как вам его показать в общем да вот что то вот такое хочу сейчас накрасить вот только сегодня купила это golden rose оттенок у меня 25 по моему если я не ошибаюсь и это как Продолжение следует... 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 Продолжение следует...